Обломки бетона, облакомонтажной пены у потолка и грязь по всей уборной. Такую разруху оставили работники аварийной службы управляющей компании в одной из квартир после частичной замены трубы. Если бы я знала заранее, я бы хотя бы пленкой все это накрыла, понимаете, чтобы мне потом все собрать и эту пленку вместе вынести. Никто об этом не сообщил, первый раз в 30 лет нам меняют трубу. То, что будет сыпаться вниз, я предполагала, но то, что они приедут без ничего и все это потом разгребать мне, об этом я не знала. Я с этим не сталкивалась. Еще один вопрос, волнующий хозяйку квартиры, кто несет ответственность за порчу имущества в ходе ремонтных работ. Приехавшие сотрудники аварийной службы попросили женщину накрыть сантехнику, чтобы защитить ее от возможных повреждений. К счастью, на этот раз обошлось без происшествий. При поступлении заявок в аварийно-диспетчерскую службу сотрудники выезжают, определяют, что случилось. Если это возможно, на месте устраняют повреждения. Если это невозможно, планируют работы в дальнейшем. Что касается вывоза мусора и уборки после себя. После проведения ремонтных работ, как правило, крупный мусор сотрудники обслуживающей организации уносят с собой. А уже полное приведение квартиры в порядок после ремонтных работ, это делают, как правило, сами собственники. При проведении работ сотрудники обслуживающей организации несут ответственность, если они что-то повреждают. В случае возникновения аварийной ситуации, главная задача работников службы – в кратчайшие сроки устранить возникшую проблему. Подготовка помещения к проведению работ и последующая уборка – это второстепенные задачи, которые решаются по договоренности. Отметим, что на момент выхода сюжета сотрудники управляющей компании устранили все недостатки. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».